Привет, меня зовут София, и вы смотрите рубрику «Просвет», где мы обсуждаем современную культуру и общаемся с художниками. Гости сегодняшнего выпуска Татьяна Чурсина, художница, чьи персональные выставки проходят в Московском музее современного искусства. Мы поговорили о том, как понять абстракцию, что дает классическое образование, и обсудили навязанные обществом правила, которые боимся нарушать. Приятного просмотра! Я поняла, что мне нужно выбить профессию, с которой мне будет классно всегда. Я поняла сначала с ужасом, что это что-то около ремонта. Я пошла купила справочники. Нет, понимаешь, это было что-то художественное, потому что института с ремонтом не было. Я купила справочники и нашла там с удовольствием, нашла вузы, которые мне казались очень классными. Мархив, Строгановка, Суриковский, еще два, по-моему, училища, которые... 905-го, я подумала, зачем училища, наверное, даже вуз. Вот, мама заценила, сказала, что, конечно, нет. Нашла Богословский Свято-Тихоновский институт. Это очень крутой, на самом деле, институт, там преподают люди из МГУ. У меня весь подфак был в первом ГУМе, в МГУшном. Я там общалась и заканчивала школу на Шабловке, и у меня, конечно, все там друзья поступали в МГУ, это сейчас лице Вернадского. Я, приходя на свои всякие лекции по законам божьим, у меня были всякие сэшены с моими друзьями, которые учились там, собственно, на филфаке. Это просто этот вуз брал без... Там не было требований про училище. Вот, я стала ходить на подфак, у меня с Верой все было в порядке тогда. Тогда. Ну, если говорить про мое поступление в Богословский институт, то я думаю, что это было обоюдное несовпадение, потому что... Это, наверное, будет сейчас какая-то не очень правильная история. Мне очень нравился этот вуз. Мне не сексист, но глядя на женскую половину преподавателей и студентов, мне в большинстве случаев, не в целом, но именно в большинстве случаев было очень жалко смотреть на этих женщин, потому что это были матушки, которые... Мне казалось, что они не любят свою жизнь, они психологически поставили на себе крест и сделали свою цель служению. Это очень хорошо, когда есть цель служения кому-то, чему-то, но запах пота и твой внешний вид, это, конечно, такое... Это такое... Ну, мне было очень грустно, хотя я вообще спокойно отношусь к тому, что человеку плевать на свой внешний вид, это прекрасно, панки и всё такое. Но это была нездоровая ситуация, это был нигилизм, который такой психолог... Ну, короче, какой-то абьюз это, в общем, был. А лекции, лекторы были шикарные, просто совершенно абсолютно, я влюблялась практически в каждого. Это были очень здоровские люди, очень мирские. Единственное, что первое мой был... Сейчас мы уйдем далеко, мой богословский опытный маленький... Да, давайте я верну нас на саду. Ну, то есть, закрытие моего поступления, закрытие темы богословского института началось с того, что я неслась в клетчатых штанах по аудитории. Это было на территории храма, но вуз находит... Ну, как бы это вуз, да, на территории храма. Это всё-таки мирское место. Я бежала, я не неслась, сбивая все цветы на подоконниках, я просто бежала. Меня остановила матушка какая-то, сказала, что так нельзя делать, нельзя бедать. Мне было 15 лет, и... Я был очень нетерпимый человек относительно вообще того, что я делала. Если мне кто-то говорил, что я что-то делаю не то, он получал сразу. Это и сейчас происходит, но не в такой степени я всё-таки стала мягче. Я сказала, что это неправильно всё, что она мне говорит, это мирское заведение, это коридор учебного заведения, я спешу на лекцию, я опаздываю, мне надо бежать. Второе было для меня лично, я не говорю, что это плохо или хорошо, для меня лично это был звоночек, когда перед тем, как нужно было сдавать экзамены, нужно было проходить неделю или 10 дней послушания. То есть ты приходишь в утреннюю и вечернюю службу, отмечаешься, тебя отмечают крестиком. И было очень тяжело смотреть на людей, которые из Подмосковья приезжают с утра, они не могут никуда выехать обратно, они сидят до вечера. И очень странно выглядело то, что отмечали в журнале твое посещение. То есть ты, если ты грешишь и потом 10 дней отмечаешься, то ты типа допущен до задачи экзаменов. В этом что-то есть, но для меня в тот момент это было такое... Да ладно, ну то есть я не очень понимала зачем это, потому что ты же можешь быть подонком и ничтожеством, но отметишься. Ну, собственно, сдав экзамены и получив вторая по закону Божьему, я... Я... Мой преподаватель, который учился в Сурик... Закончил в Суриковске и меня натаскивал. ЦС дала на отлично. Он сказал, что я очень рад, потому что... Я повторюсь, это заведение для определенного склада ума. И совершенно невероятно, и там работают преподаватели, кстати, из монументалки из Суриковского института. Но... Я не знаю, как там сейчас, но ощущение не свободы мысли, нет. А ощущение кайфа от профессии, ощущение развития и отношения к всему с той самой любовью, которая для меня является началом христианства, православия в частности, я там не почувствовала. Это было очень злобное, вдавляющее ощущение, что нужно вести себя только так, и если по-другому, то ты очень плохой человек. Я повторюсь, это, наверное, было для меня только в основном. Я рада за тех, кто там остался учиться, и продолжает учиться, и будет учиться. Повторюсь, заведение. Особенно люди, которых я там встретила, в большинстве своем, конечно, лектор. Особенно в человеческих... Не в смысле мужчины или женщины, а в смысле по человеческим качествам. Я, конечно же, очень была рада познакомиться, увидеть таких людей. Вот. Но, в общем, с живописью вообще было чуть полегче. То есть я начала готовиться к выступлению с Оликовским институтом. Серьезнее, когда... И вообще вот это все творчество, я поняла, что я выбираю профессию художественную. И тогда мне... Мне очень сложно было сказать, что я художник. И когда меня спрашивали, ну, что ты, кто, кем был художником. Ага. А профессия-то у тебя какая будет. И я буквально недавно... Вот мне 37. И я буквально недавно... Это пару лет. Я до сих пор даже... Ну, Леша, я художник. А он тоже закончил графику. Сейчас коммуникационный дизайнер. Я художник. Ты представляешь? Да, вообще ты аттест. Это очень смешно. Очень сложно к этому относиться, потому что ты... У нас нет к этому отношения... Ну, во-первых, это связано с экономикой, я так понимаю. Потому что люди, которым нужно зарабатывать, выживать и вообще не потреблять контент визуальный, да? Потому что визуальный контент в нашей стране... Ну, последние сто лет это всегда была какая-то элита. Ну, так назовем это, да? Люди, которые при деньгах, которые хотят дополнить свою жизнь, ну, как бы, визуальной философией. То для простых людей, безусловно, тоже и кино, и одежда, все это было желанным. Но в понимании простого человека искусство должно было, обязано было удовлетворять какие-то общественные потребности. И я помню, что мама... Вот с этого момента, очень интересно, всегда проскальзывало относительно диссидентства, относительно того же Солженицына, там, папа читал все исторически. То есть это всегда между словом, между делом всегда проскальзывало, что люди, которые что-то спрашивают, они всегда будут в изгнании. И всегда будет очень мало, они всегда будут неудобными. И когда человек спрашивает, когда ему интересно, проще ему сказать, ты ничего не понимаешь. У нас это было в семье, ну, вот такие вот штуки, и это всегда... Ну, относительно мамы, например, она всегда это говорила со вздохом. Это всегда была очень... Ну, такая констатация факта такого. Ну, да, это очень разгоревало интерес, и спасибо за это огромное, потому что мне не страшно, когда я чего-то не понимаю. Я замечаю в протяжении, там, всей жизни, замечаю, что людям очень некомфортно и страшно, когда они не понимают, особенно визуальный какой-то контекст. Им нужно, чтобы они понимали, чтобы было вот сирень нарисована нормально, вот, слава богу, хорошо, мне комфортно. Когда они не понимают, что это за фигня валяется на полу. И почему этот 90-летний художник великий, ему хочется отойти назад, потому что он не понимает, что происходит у нас, не было это принято в обществе, в России, в СССР, не было принято, что искусство что-то спрашивает. Начиная от изгнанных тридцатых, сгноенных, убитых просто, заканчивая семидесятыми этими психушками вечными, спившимися совершенно невероятными людьми, девяностыми, половина уехала, кто был пободрее и меркантильнее, сделали себе карьеру, не будем называть их именно. Но это все всегда было, но это всегда сгнаивалось и не приветствовалось в самой негативной форме. К сожалению, потому что мы замечаем страны, которые поддерживали вопросы. Я сейчас не только про социальное искусство, акционист какой-то. Люди-художники – это всегда лакмусовая бумажка обществу, это всегда фидбэк бесплатный для того, чтобы улучшить что-то. Это всегда какая-то критика, которая объективна. Она всегда может помочь сделать что-то лучше. У меня два цикла – это поликлиника и животное. И в обоих я рассказываю про пространство с тем или иным акцентом. И, конечно же, если уходить уже о такой красивой истории о том, что это любовь и пространство, и восстановление, конечно, львиную долю моего рабочего времени занимает техническая часть. Ну, грубо говоря, как я калякрую-малякрую, и мой пластический язык, как я работаю с холстом. И тут для моего внутреннего НИИ – это самое важное. Я очень серьезно реагирую на работы, в которых я вижу, как сделано. Не что сделано, это вообще такая интимная история для каждого автора, а как это сделано, как он контролирует свои знания и приемы, контролирует ли он, либо он эти приемы просто показывает и манипулирует этими приемами, как классно он сделал какой-то объем. Мне важен вот этот контроль, который мне… Ну, то есть я не говорю о том, что я носитель какого-то определенного знания, но в моей жизни очень серьезный был момент, когда я учаюсь в академическом вузе, я понимала, что я могу сделать объем, могу сделать реализм, фотореализм, я могу сделать любую копию. То есть я технически очень хорошо подкована и владею какими-то хорошими, серьезными навыками, но эти навыки не позволяют мне выражать свой искренний, настоящий месседж. То есть я в жизни часто замечала, что человек, который умеет классно сделать какой-то определенный… показывает определенный навык, например, он хорошо ест, вернее, грамотно может съесть, не знаю, омара, да, правильными ножницами, правильно… Он знает, когда нужно вот эту рюмочку, какой час нужно взять большую рюмочку… И сейчас условно… Вот эта техническая часть, такая софтовая, она полностью может сожрать человека, и мы можем не увидеть на самом деле этого человека, а нам прием этот дан, чтобы мы, наоборот, свой характер, свой поинт как-то выразили и показали при помощи вот этого мастерства. Собственно, в институте я погрузилась, когда поступила в Суриканский институт, но для меня это была серьезная история, потому что с первого… Ну, то есть я поступила… То есть в богословский институт я не поступила, на следующий год я побежала поступать, нарастив мышцы и все такое, побежала поступать в Суриканский институт, вернее, в Суриканский институт я не прошла просмотр, и я поняла, что ладно, отлично, побежала поступать в Строгановку, не добрала три балла, и опять готовилась. Короче, когда я поступила, для меня это был фурор, потому что, во-первых, я знала, что люди поступают и по 10-11 раз, и для меня это, конечно, была большая мотивашка, признание, что я… Но тогда мне казалось, что Суриковский институт, он тогда еще и был, это был четвертый год, все-таки это была такая веха, больше ничего не было, был только, по-моему, только-только начинался Бакштейновский вот этот вот современный искусственный институт, вот только-только-только. И там, я помню, у нас старшаки учились, параллельные у нас сурки, и только-только там начинали учиться там в Татасе Краткову. И ощущение было окрыленное, и я вот приходила туда в 9-30 утра и приходила домой в 12 ночи. У нас в 9 вечера была анатомичка или перспектива, я помню. Это гениально совершенно вообще, люди, преподы просто. Вот. Я, собственно, все шесть лет, ну первые три точно, это было взахлеб. Я вообще не понимала, почему люди ноют, плачут и приходят туда работать, им не нравятся постановки, им не нравятся какие-то вот эти ужасные тряпки, мне все нравилось. Я залезала на лестницу, рисовала оттуда, надо мной препод смеялась. Ну то есть понимание, что я делаю какую-то работу, которая мне по кайфу, в которой я себя чувствую комфортно, однозначно было, да. То есть я не сомневалась уже тогда и не сомневалась ни дня, что я выбрала какую-то не ту профессию. Я очень люблю цвет. В живописи, в жизни, в одежде. Конечно, нельзя так сказать, но это правда. Но просто вот у вас, Соня, очень красивый цвет свитера. Прям вот он вам очень хорошо ведет. Нет, серьезно, он еще с вами хорошо коррелируется. Вернее, не проблема, история как раз вот в начале мы говорили, если я, по-моему, говорила или нет, не помню, о том, что цельность человека, который вот что-то говорит, как он это говорит, как он ест, как он готовит, ты приходя к нему в гости, ты видишь его портрет без слов. Вот эта цельность, не в смысле бытовухи, что же он там делает. Нет-нет, а вот какой-то такой общий портрет, который как раз очень серьезно может рассказать, а почему он, собственно, делает тот месседж, который он делает. То есть продукт, вернее, не продукт, но пусть он будет продуктом, который человек делает в конце – это, на мой взгляд, самое неинтересное. Потому что самое интересное – это то, каким он стал, чтобы сделать вот это, а что он читал и посмотрел, и где он живет, чтобы сделать вот это. Вот в совокупности, мне кажется, как раз и нужно такой ресерч проводить. Он, конечно, только сложный в плане времени, но он максимально точно раскрывает, чтобы зритель не просто посмотрел какую-то картинку, мне кажется, вчерашний день, а понял, каким он стал, когда он узнал, как эта штука делается и кем, собственно, она делается. Автор важен. Про свой институт. Да, в институте… Нет, в институте мне, конечно, очень много дал. Абсолютно точно. Это мои друзья, это мое комьюнити, это люди, это выставки. Я стала ходить на выставки. Боже, я стала ходить на выставки. Ивенты, все эти алкоголизмы, все вот это вот завертелось. И, конечно, я была в восторге, и мне это все очень привлекало, нравилось вот это вот… Ну, не то чтобы запрещенка. Я… Ну… А тосинки не родятся, апельсинки… Мне кажется, что вот эта грань морали, неморали, добродетели… Я очень антиморальный человек. То есть я допускаю вообще все. Все, что человек хочет сделать, он может делать, если он хочет. Но только в том случае, если это не доставляет боли другому человеку. Если это в каком-то вот определенном контексте не криминал. Ну, то есть человек не умирает, грубо говоря. Тогда это уже есть некие грани морали. Для меня – да. Но я ничего не буду делать, если я понимаю, что… Нет, кроме смерти, да, если человек как бы в целях не самоубийства, да, а убийства именно. Если человек ради искусства убивает кого-то, я против буду точно, однозначно. Против вот этих акционизм, которые… Политика очень часто берет из искусства акционизма какие-то вещи. В общем, сейчас обливают всю эту прекрасную картинную галерею штуками, да, мы же сейчас смотрели. Да, да, да. Это, конечно, не про искусство. Это про привлечение внимания. Это такая… Граница между дизайном интерьера, между театром и акционизмом, между какими-то вещами вот этими междисциплинарами очень тонкая. Ее практически нет. Ее начинаешь различать. Ну, это как Ямба, да, и Харея. Когда ты только вот, ну, почитала побольше, ты понимаешь, что, ага, здесь отсюда, ну, это такой намек. Вот, ну, неочевидные. Ну, то есть у меня в институте и после института вот этот академический момент… Академическая школа и у нас, и там, лондонская школа, то есть это все история о том, как начать хоть что-то делать. Ну, вот с чего-то надо начать. Ну, естественно, начать с того, что мы изучаем букварь, да, чтобы начать разговаривать на каком-то языке. любого спроси, как ты начнёшь учить человека языку. Он тебе алфавит покажет. Хотя бы, чтобы ты просто сказал «А-а-а-а-а-а!». Ну, если только, не знаю, арабский. Либо просто тебя выгонят на улицу, да, на пять лет. Это бы каким-то там, не знаю, если логика есть у тебя какая-то. То есть это естественный процесс, когда ты пытаешься познакомиться с материалами, с красками, с вообще, что делать. А если учесть, что девять человек из десяти как там, естественным образом, потому что это вообще оптика, да? Ого, господи. Это же ощущение информации. То, конечно же, а там целая философия. Люди не просто так шесть летучатся в институте до этого. Это на самом деле не просто тугомоченно. Если грамотно к этому относиться, то... Просто сейчас это тугомоченно, поэтому не нужно столько лет. Но вообще-то это очень круто, потому что ты изучаешь не просто оптику и качество вот этих вот материалов, ты ещё изучаешь эти касания, и реалистичные художники Уислер, да? Это же бесконечный миллион лет уже смотреть, но я его смотрю сейчас только. Это и серия, что в музей Третьяковку и в Пушкинский музей классический, да, не знаю, голландцев нужно идти смотреть после, ну, вернее, не в начале обучения. Ну, то есть в начале тоже можно там чисто технически подойти к вопросу. Но понимание вот этого высшего производного, вот этой высшей ступени, когда ты не понимаешь, что... Ну, короче, у меня отношение к классическому искусству пришло намного позже. И это подтверждает то правило, что ты с возрастом, набравшись опыта, не в смысле там мудрости, в кавычках, а именно опыта, ты понимаешь, почему Пушкин гений, хотя ты можешь его не любить. То есть сначала тебе нравятся Бродский, там, Хлебников, да, всё такое спотыкаешь, такое сложное, всё не одно, ну, такое непонятное, ну, там, все же до 25 пытаются надеть штаны через голову, потому что это креативно же. Это нормально, это прекрасно. И, ну, это... Ну, это должно быть, естественно, в школе. То есть я за то, как в Корее, да, 12 лет уже карьера, всё в школе это должно произойти, всё вон туда, чтобы к институту ты не думал, что так, банк огурцов, сейчас я залезу на лестницу сверху, вот этот ракурс сделаю, сколько тисячи уже. Ты возвращаешься к простому портрету, потому что ты... Это естественное производное после этого всего хлебнического, вот этого вот движа, вот этого непонятного, чтобы ты раздражался. И у меня... Ну, помимо того, что я в УЗИ стала ходить на выставки, я смотрела книжки-каталоги интернета. Ну, я не пользовалась. Мне дело не было. Вот. Ты видишь какие-то вещи на выставках, ты видишь... Ты смотришь какие-то каталоги, ты общаешься, ты понимаешь, что ты не догоняешь чего-то. То есть ты классно что-то можешь сделать, ты у себя варишься в институте, это всё очень круто, потому что институт, ну, старый, древний, да, все ходят такие, а, крутые, всё такие, все грязные, все в красках, вот такой вот маленький бабл такой, там, коньячок, там, всё такое странное, натурщице, такой прям вот архаичный, очень поглощающий, очень древний мир. Но выходя из него, ты понимаешь, что ты чего-то не догоняешь. И кого-то это пугает, потому что это непонятно, неоднозначно, и вообще-то искусство должно быть правильным, в кавычках. Вот. А кто-то начинает шуровать и пробовать, потому что чувствует, что академическая школа, реалистическая школа, это один и лишь из способов что-то сделать на плоскость. Я компоную большие и маленькие формы, оставляя белый холст. Иногда белый холст замазывается, где-то он остаётся. Я раскидываю большие массы, чтобы они уже начинали показывать мой сюжет, не то чтобы сюжет, сюжет не важен, а вот эти вот... В принципе, абстракция или фигуратив, компонуя большие и маленькие массы, вы уже можете приковать зрителя, хотя это не самая главная история, но вам нужно, чтобы эти массы при определённом контрасте и соотношении максимально точно силлюстрировали ваш месседж. Вот ваше желание, что вы там думаете про вот это вот всё. И с этого начинается вся моя большая история. Как правило, последние несколько холстов они на этом и останавливались. И начиналась другая история, а как добавить мелкий модуль, чтобы он был не прорисовкой, но чтобы рядом с ним вот это место казалось убедительным, и чтобы оно не казалось недокрашенным холстом. Вопрос, конечно, интимный, потому что что вижу я и что видит, не знаю, моя мама, да, это вот вопросы к Эминуэлу Канту. Я вижу, что меня убеждает. Собственно, я больше никого не могу спросить, потому что... Не потому что я зануда, но потому что человек скажет, ну, не убеждает, потому что, возможно, другие фильтры, да, он по-другому смотрит вот на это и на это. Возможно, вообще не может соединить. То есть прописывая вот эти липучки, да, у которых осьминога, я начала это делать, я половину замазала. Причём интересный момент, когда делаешь какую-то форму классную, всё равно вот у меня в жизни, и я об этом часто говорю, когда преподаю, когда ты сделала красивую вещь, очень сложно перестать вокруг неё танцевать. Работа не должна быть главнее автора. Мне много уже лет, ну, в смысле, я, ну, короче, я долго этим занимаюсь, и всё равно у меня бывает момент, когда я понимаешь, такое классное место получилось, сейчас я. И потом понимаю, что все эти вот липучки, которые я там сделала, нужно срочно стирать. У меня был хороший преподаватель, я не пользуюсь его методом, но метод хороший, после которых, конечно, я сжигала свои рисунки, но когда ты компонуешь какой-то натюрмот, тренируешься, ты понимаешь, что через месяц вся композиция плохая. Когда композиция плохая, любые штрихи, любые эффекты, любое пространство, это всё выглядит ещё хуже, ну, потому что самое важное, ты не удержал. И упражнение такое, работаешь месяц, а потом композиция, видишь, что композицию нужно переносить вправо на 2 сантиметра. Ты берёшь и всё переносишь вправо на 2 сантиметра. Я считаю, что академические возначения реалистического это хорошая база, чтобы познакомиться вообще с приёмами, с материалами и с традиционными способами искусства, визуально-изобразительными. А потом обязательно нужно заниматься и изучать контекст исторически в первую очередь, почему люди начали заниматься абстракцией. И раз, раз, я сейчас читаю книжку Бунтари Готфрида, что ли, короче, про Бекона, лондонскую школу, в общем. Но я вообще очень не люблю Пикассо, но я понимаю, что этот человек изменил вообще весь 20-й век, он дал почту для размышлений, не только он один и понимаете, тут нельзя рассматривать искусство, это как лакмусовая бумажка социума, экономического, исторического, политического. Невозможно, но только если человек не сидит всю жизнь, знаете, есть такие вот люди, которые в 15 лет рисуют сирень и в 48-м у них такая же сирень. Войнот вообще. Человеку хочется, он закрылся в бабле, сидит. Но это не... Ты не можешь рассматривать художников, которые, ну, условно признанные, да, мы сейчас к этому вернемся, кто сказал, что Пегги Гуггихайм великая. Ты не можешь рассматривать этих художников, категорически не можешь, не должен, это просто вот, ну, трата времени в разрыве от того контекста политического, экономического, военного, вот этого всего социального, в котором он жил. Ты не можешь его рассматривать, если какой-то конкретный художник, с кем он общался. Не обязательно разрезать ему в постель, хотя тоже неплохо. Как он говорил, воспоминания, обязательно, потому что это понимание, что ёшкин кот, да всё понятно. Вот откуда абстракция. Да. Да. И кроме полок, вообще откуда он брал, и тоже интересно экономически, да, кто, у кого магний и витамин D не внизу, тот побыстрее занял место. Очень много художников, в том числе и в лондонской школе, и в нашей стране, и вообще везде, которые неизвестны, но которые намного сильнее, мудрее, и которые дали почву для, ну, словно полока, например. Это, что называется, удача, да. Я сейчас наблюдаю кучу, ну, не кучу, да, их немного очень людей, которые, которых не печатают, которые не тусуют, и наоборот, всё наоборот, но которые дают почву для вдохновения, через Инстаграм, в том числе, потому что смотришь и понимаешь, ну, классная, хорошая идея. А вот, например? Ну, у меня есть, мы учились вместе с девочкой, она сейчас практически перестала работать, но она однозначно повлияло на меня, это Ира Филатова, вместе с Колью Смирновым. Коль Смирнов сейчас занимается публицистом, не даже не знаю, называется исследование при помощи букв. Он пишет, он выигрывал всякие интересные гранты и всё такое. То есть, когда я вижу и читаю, наблюдая людей, которые были в этой тусовке, в этой среде, но которых знают только профессионалы, условно, и которых не напечатают лучшие художники высотовек, условно, но которые точно послужили огромной частью вот этой большой цепочки жирной. Ну, то есть, в общем, я к тому, что ты, когда смотришь на и размышляешь об академической истории, вот в нашем случае, академический вуз в нашей стране, да, Суриковский институт, это монумент уже, наверное, да, надо снести. Что нам вытравить? Ничего, но я не знаю, я не знаю. Я думаю, что этот лейтмотив, вот того, что я сейчас скажу, он присутствует не только в образовании, в художественном образовании. Люди, которые хотят исследовать, пробовать и отодвигать мораль правила, никогда они будут допущены в систему образования, в исследовании, никогда, потому что они очень сложные, их нельзя купить, они будут неудобные. Я вот прочитала, как Бекон преподавал, но половина студентов его ненавидела, а он не хамил, он говорил правду. Тут вопрос, понимаете, насколько ты, поэтому я за проектное преподавание, когда тебя приглашают на проект, нанесусь ли там на 500 лет, вот у нас читает лекс. Я не знаю, как в других областях, но я думаю, то же самое, когда есть какой-то движ, когда есть бурление, когда это всё не стоит на месте, это всегда будет хорошо, спрос развеет. Это коммерция, на самом деле, только не в деньгах, а в головах. Это никогда будет невыгодно в нашей стране точно. Никогда. Это выгодно, я не знаю, норвежцы пришли к этому, ну, Абудаби. Не выгодно, потому что не нужно, чтобы люди думали и думали. Да, однозначно. Это мешает, это бесконтрольная история, ты не можешь это контролировать. Когда ты не можешь контролировать, это может привести к тому, что приходит, когда в детском садике нет контроля. Подгузники на окне. А почему это начинается? Потому что люди, понимаете, тут вопрос, если к этому будут носиться как к нормальности, вот эти вот рассуждения, да, антиморальные, ну, как кажется, да, если ты побрился на голову, а левую руку, не знаю, покрасил в розовую и хочешь так по улице. Если всем будет пофигу в хорошем смысле слова, да делай, что ты хочешь, господи, да и уйди, только татушки до 18 не делай, ну, условно. Он завтра смоет эту розовую руку. И это не будет тот самый диалог о высоких материях. Человек в определенном возрасте хочет потеребить. Потеребить, чтобы на него обратили внимание. Ну, при каких, пофигу почему. Ему надо вот сейчас, не знаю, раздеться, встать, сказать, вы все животные. Он скажет, мужик, давай, нормально там, тебе что там, подонатить или, может, тебе там кофейку, там все, то есть нормальное, позитивное, не знаю, все приходит к позитиву, да, и к любви. Не к пофигизму, типа, ты чё, дебан, ты какой-то вообще больной. Не, ему надо сейчас это сделать физически. Ну, так, что это такое, вот этот комплекс вахтёра. Причём самые уёбки, которые вообще ничего не делали в своей жизни, они обязательно скажут, так, если нельзя делать. Ну, я вспомнила сразу. Тётюшу, которая в церкви, обязательно тебе расскажут, как молиться. Ей хочется сказать, тётечка, молись за этого человека, потому что он больше никогда не придёт в храм из-за тебя. Ну, то есть, в нашем образовании, по идее, если не говорить про то, что сейчас происходит в нашей стране, и то, что это уходит абсолютно не в образование, не в помощь, не в социализацию, не в благость, абсолютно точно в ближайшие несколько лет. Я думаю, что если делать и думать про академическое образование, то, во-первых, вы понимаете, вот как можно раковую опухоль вылечить? Облучать её долго, ну, или просто вырезать? Это должен быть хороший хозяйственник, во-первых. У нас все хозяйственники это воры. Воры. Люди, которые с бюджетом общаются на своё усмотрение. Предыдущие вырезали. Вот. У нас был такой, ну, есть. Ну, то есть, я наблюдаю за этим, ну, всю жизнь. Я думаю, вы тоже. Места, местечки, организации, которые сейчас возникают, слава богу, образование, негосударственные, какие-то вещи, которые, я за них, вот, за какие-то интенсивы от людей, которые, их немного в нашей стране, но они есть, которые дают реальную, они хотят работать на создание мыслящего, как бы Бангельштам там сказал, мыслящее тело, на создание мыслящего тела, когда ты просто разгребаешь и изучаешь, что произошло с тем же акционизмом до тебя. Это же интересно, на самом деле, венский акционизм. Ты покажи кому-нибудь венский акционизм, да тебя анафеми придадут. А вот у нас всё-таки такой консервативно-классический вуз, будем честны. Какой из? Ну, ГУ. Да. Супер-консервативный, супер-классический. И когда мы говорим об искусстве, то мы приходим, ну, наши преподаватели, что красота в искусстве, она всё-таки должна присутствовать. Вот как... Что такое красота, Соня? Вот. Венский акционизм, это красиво? А вот я с ним не знакома. Это очень... Ну, это кровь почти не круха. То есть, это такой ответ на какие-то определённые события. некреализм, да, есть же такой... А вот тогда какая у этого искусство... Какой у него посыл? Посыл спросить. Спросить. Какого чёрта, например, или какие... То есть, понимаете, красота, во-первых, это, понимаете, конечно же, однозначно субъективная. Просто однозначно. Нет ничего субъективнее, чем отношение к красоте. Причём в разные эпохи, в разных странах. Красота для человека, который платит кредит, воспитывает двоих детей, и живёт по канону «Я молодец», я скажу, что это... Как бы так сказать поделикателем. В общем, человек, который не наступил в лепёшку говна и живёт... Потому что он не выходит из дома. Это очень... Ну, не о чем разговаривать. Если человек наступил в лепёшку говна и начинает себя после этого как-то вести, вот это очень интересно. С этим человеком есть о чем поговорить. Но для этого нужно вступить в это говно. И как с ним потом начинает разговор... Ну, я под лепёшкой подразумеваю события, которые он сделал осознанно. И история о том, что ты делаешь какие-то вещи не то, что нетрадиционные, которые... Это тонкие моменты. Тебе просто хочется, независимо от того, богатый ты или бедный, тебе мало. Тебе чего-то по ощущениям мало. И ты, значит, хочешь не спросить или показать кому-то, а ты хочешь просто сам сделать какие-то вещи непопулярные. Хотя для человека очень свойственные. Это потрогать. Это разорвать. Это, не знаю, намазаться. Это нарисовать не так, как тебя учили. Да, пойти от противного. А вот возвращаясь тогда к вопросу о качестве. Как мы в этом случае можем ценить качество? Великий вопрос. Начать с простого. Качественный борщ. Мы, по-моему, с вами говорили про борщ. Я не сравниваю еду с искусством. Ни в коем. Но я провожу аналогии. Как люди... Вот смотрите, человек, который, например, имеет возможность путешествовать. У него нет проблем с тем, чтобы, например... У него туалет в квартире. У него есть квартира. Он путешествует и фоткается на всяких разных фотозонах в виде лувра, например. То есть он визуально начинает насыщаться. Есть люди, которые разъезжают и абсолютно по нулям. Но это другая. Это крайность. Крайности мы не берём. Человеку не нужно заботиться о выживании. И он по опыту на протяжении... Ну, не знаю, по каких-нибудь там осознанных десяти лет он понимает, что он неплохо может разобраться в вине. Но полусладкое и сухое вино он отличит. Смотря что, наверное, всё-таки сухое лучше. Кашемировый свитер или акриловый. Они оба хороши, они оба нужны. Но сейчас он в данный момент хочет и выбирает вот этот. По эстетическим, по тактильным, по уместным моментам, потому что всё-таки вещь должна обслуживать. Не быть твоим лицом, но обслуживать твоё лицо. Вещи, которые производятся для того, чтобы ты их выбирал. А когда тебе навязывают вот эти правила, что ты, если в акриле, ты дебил. Почему? Акрил – прекрасная вещь. Ну, я условно сейчас, да? Вещи, которые... То есть тут, опять же, мы приходим к тому, что у тебя критическое мышление должно быть развитое с детства. А критическое мышление – это когда ты попробовал вот сравнение. Вот это, вот это и вот это. И вот теперь ты выбираешь, а что тебе сейчас, сегодня, не с вчера и завтра, а сейчас нужно? Или, не знаю, вот про Васю говорят, что он дебил. Ты пообщался с этим, Васей? Ведь важно не что про человека говорят, а что он говорит про других. А у нас, как бы, этого нет вообще в философии, в голове. И качество у тебя начинает возникать с малого. Не потому, что есть очень плохое и ненужное, не надо это покупать. Можно всё. Ты можешь дурацкие стихи выучить наизусть. Ну, просто, чтобы они были уместны, когда ты напиваешься с друзьями. Ну, что-то круто и весело. Да, уместный контекст. Ты можешь быть в пиджаке и в галстуке на пляже. Так и хочешь, потому что. Тебе прикольно, тебе от этого хорошо. И никто тебе скажет, что тебе, мне стыдно с тобой находиться. Вещи, которые ты чувствуешь, именно, если мы говорим про качество, которые ты... Мы эти навыки не развиваем. Это называется, наверное, soft skills. Когда ты понимаешь, что ты тактильно, визуально, акустически и на вкус, ты понимаешь, что это качественная вещь. Ну, садишься в мир, спрашиваешь, тачка. Да. И садишься в УАЗик. Ну, блин, корыто. А они обе нормальные, они обе уместные в определённых твоих жизненных ситуациях. Абстракция, это, конечно же, потребность. Любой новый движ это потребность. Больших форматов. Когда это всё началось, это, конечно, было вау, потому что всё уже заглохло, влачило своё существование. Это послевоенная история. В Америке, ну, не надо забывать, что в Америку притащились в то время все нормальные, талантливые, ну, как нормальные, да, талантливые люди, которые хотели больше. Они просто... У них был повышенный витамин D и не было, не знаю, анамин, и поэтому у них были силы свалить. Они уехали и начали заниматься тем, ради чего родились. Это очень серьёзный шаг, на самом деле. Вот я сейчас понимаю, что эти люди просто были невероятны. Это очень нужно быть... Для просвещения нужно мужество. Человек, которому физически необходимо, человеку, которому физически необходимо делать своё дело, это мужественный человек. В любом обществе, я думаю, ну, практически в любом, даже в развитом... Хотя нет, если экономически развитое общество, конечно, всегда искусство будет рядом с экономикой, однозначно, потому что если экономика развита, там однозначно будет искусство. А мне кажется, что сейчас скорее рынок формирует вкус, позволит каких-то художников... Об этом можно даже попозже поговорить. Конечно, здесь коллекционеры, которые покупают художника, хотят делать выставки в музее, чтобы эту коллекцию... Ну, давай, это вообще мировая практика 100-летняя, сколько там, даже древнее. Абстракция однозначно самая сложная, однозначно самая неоднозначная история, потому что это, знаете, как, опять же, можно к стихам или к борщам, да, лёгкий соус, он... Им кажется, что соус делал очень просто. Ну, потому что ты в блендере размесил, ну, я условно, да, технический момент. И вот эта доступность, которая кажется, что она доступная, она привлекает максимальное большое количество людей, которые хотят ну, что угодно на Услера посмотришь, ёшкин кот, я не так не сделаю. А это намного проще. Намного проще, потому что техническая история. Для неё как Услера нет, да, но как Брилов, да, точно. За пару лет точно, даже быстро, если просто сидеть, всё время делать. Потому что это техника. Посмотрите, какие рисунки делали китайцы. Технически невероятно виртуозная история. Ну, сейчас вам сделаю за полчаса это. А души нет. Я адепт провоцировать людей на искусство. Мне, в общем, мне кажется, что когда человек подходит в музей к живописи, которая стоит на полу, она становится ему как минимум ближе. Ну, физически. И он начинает думать о том, что это не просто какая-то работа, нравится, не нравится. Второй вопрос, да. У него стоит перед глазами на полу, вместе с ним живопись. Во-первых, вешать дома живопись над диваном на золотой раме можно, но можно попробовать по-другому. Например, поставить её на пол. Поставить несколько работ рядом на пол. История о том, что ты можешь дома сделать живопись, мне кажется, вообще должна погружаться в голову, потому что да, я училась в академическом вузе, и я адепт приёмов, но я спустя много лет говорю о том, что сначала нужно всё-таки попробовать получить удовольствие от материалов и не обязательно покупать супер-мольберт, берет или правильный холст. Купите просто бумагу. Бумага лучше носитель масла вообще. Он просто был когда-то лет 500 назад дороже, чем холст, поэтому сейчас всё поменялось. Просто купите, что вам комфортно. Куча разных приёмов относительно бумаги, что акварельная бумага для акварели. Нет. Вообще нет. Проблема в том, что есть вот начальная история, как начать работать, например, придумали акварельную бумагу под акварель. Да, она действительно хорошо её берёт, но на бумаге акварель ведёт себя не менее прекрасно. Мне, например, очень некомфортно работать с акварельной бумагой, как и, собственно, с холстом, потому что акварельная бумага слишком иллюстративная, она слишком... Она имеет своё лицо, и все какие-то капли, мазки и движения, они уже начинают там вибрировать, вот в этих вот ямках маленьких, минимальных. Меня устраивает максимально никакая бумага, то есть без лица. это ватман или такая вот бросовая. Мне нравится, что она идёт пупырями, я её потом выравниваю под ковром, и мне нравятся вот эти вот потери, ну не потери, да, вот эти деформации, которые не выглядят, как будто я неаккуратна или не знаю, что акварелью нельзя работать. Плюс касания, которые на акварельной бумаге, они всегда получаются очень декоративные, потому что надо, для этого создано. Она всегда... Мне раздражает то, что я знаю, что будет. На акварельной бумаге я прекрасно знаю, как будет повести себя акварель. И это меня немного пугает и становится... Ну не то, что пугает, пугает, потому что я опять сейчас буду делать то, что я и так знаю. Я не знаю, как будет вести себя акварель на неправильной бумаге, неподготовленной. Собственно, так же и с маслом. Единственное, что, конечно, не надо смешивать водную краску и масляную краску. Хотя, почему нет? Можно там, как красивые такие катушки пойдут, но просто она не сохранится больше, чем, не знаю, на 20 лет. Там можно, что она через 5 рассыпется, если вы храните там температуры неправильные. То есть все эти грамотные рекомендации, они, во-первых, для того, чтобы сопряжение было правильным, да? Во-вторых, для того, чтобы картина для работы хранилась долго. Но ни в коем случае это не значит, что только так можно. Можно всё. Главное, начать пробовать. Если сегодня вы хотите проснуться, чтобы на стене висели нормальные цветы, ну, если, конечно, у вас нет денег, купите матисы, потому что он делал академические невероятные натюрморты, но бюджетную историю, да, подобрать под диван нормальный, красивый холст, качественный. Да, не вопрос. Ну, там у вас висит маленький подлинник какой-нибудь. Это невероятно интригует и создаёт интеллектуальное пространство. Интеллектуальное пространство это тогда, когда человек делает личный выбор ни одного и того же, хотя в сердце у него есть овсяная каша, он только её любит. Но и он сохранит это. Вы же наверняка встречали людей, которые насыщены вот этой вот, у которых саквояж с драгоценностями он есть, но они не превратились и поэтому в снобов они до сих пор пытаются раскрыть и хотят раскрываться, но ты чувствуешь, что у них этот саквояжик есть и они наиболее интеллектуально привлекательные. Не потому, что я потусуюсь с умными людьми, нет, это просто энергетика другая, однозначно другая, когда ты воспринимаешь однозначно, конечно же, на Джон Митчелл вообще. То есть абстракция огромных форматов это был фурор, это примерно как сейчас, не знаю, сейчас уже это как примерно, не знаю, мы с вами берём, надеваем тапки, рот закрыли и полетели на Марс. Примерно вот такая история была. Конечно, сейчас абстракция большого формата, ну, и, и, как бы, ты, отличить ротко и неродко, если человек делает, это тоже видно. Для того, чтобы отличать качественное искусство, вы можете не любить абстракцию, вы можете её презирать вообще. Для этого нужно её узнать. Если вы считаете, что Достоевский никчёмный писатель и все его произведения неграмотные, наматывание сопли на локоть, тебе нужно прочитать все. Слушайте, ну, мы не можем очень, я за собой замечаю, что мне очень сложно допустить, что человек делает не так, как это должно быть. Это потому, что ты к себе требуешь много, вы себе очень много требуете, и, соответственно, вы к другим, вы же не можете, как бы, да, дуализм, вы же не можете не требовать других. Это кажется, что это контроль. Контроль — это другая сторона ответственности. Безответственный человек не будет никого контролировать, ему насрать будет на всех. А как тогда, то есть... расслабить вожжи. Вначале. Сынок, получил три, а давай разберем, а что там у тебя не получилось? Здоровые отношения. А, ну, у меня тоже было три. А что ты чувствуешь? Что ты чувствуешь? Главный вопрос детства. Не в смысле, какого хрена ты три получил по искусству? Не будем же портить аттестат искусству. Я вот часто слышу и думаю, и как мне с этим работать? Ну, обычно я в морду даю за это. Но я не могу здесь совершенно человеку заехать в морду. Вот у меня, допустим, никогда... Значит, вас в детстве учили перфекционизму. Ну, вот, я даже не могу сказать, что мама меня когда-то ругала за плохие оценки. То есть, я такого в своей жизни не помню. Но вот этот вот, что мне реально страшно получить что-то, то есть, я это переживу, у меня не будет истерики. Но вот это чувство у меня всегда всё равно присутствует. Комплекс отличника. Ну, да. Опасная история. Не в смысле, что как бы нужно теперь на двойки перейти, да? Я с этим столкнулась, когда встретила подругу свою любимую. У неё... Я увидела другую... Это как космос был. Я увидела другую модель отношения к ошибкам её родителей. Это было абсолютно не пофигис... Это вообще другой подход. Если вот люди обычно видят суп, они начинают его есть, то эти люди переворачивали тарелку, всё выливалось. То есть абсолютно другая схема поведения. А что это даёт? Это, ну, во-первых, ты понимаешь, что ты не идиот, не дебил. Потому что оценка это всегда показатель... Ну, в хорошем мире, ну, в правильном мире, да, оценка это хорошее веко, чтобы подытожить тебе самому вообще, ну, научился ты чему-то или нет. Логично. Если не научился, ещё раз, да, ну, логично как бы. Но у нас, особенно у ребён, особенно в нашем обществе вот этого вот жертв, жертв вот этого вот насилия, я сейчас не шучу об этом, реально, ты понимаешь, что оценка это показатель твоего ума, уже как будто тебе всего лишь 13-10 лет, тебя уже оценивают. не с точки зрения, чему ты научился для себя, да, каким ты стал, когда ты узнал, что такой интеграл, зачем он тебе, как вообще-то прекрасно, а оценка. Если ты получил... Я помню, что ор был дикий, когда в школе, на районе, родители орали, внизу забираешь, что ты получил, а ты получил 4, не 5. Потому что моя дочь это показатель меня. Это трэш. Ну, это психология. У нас всё уходит. Вот это, знаете, вот это вот очень... Не то чтобы неразвитая, вот мораль, да? Психологически напряжённое общество, потому что, когда ты не пробовал ничего в свою жизнь, тебе сложно этот люфт раздвинуть. Коридор только очень узкий. Оценка — это зарплата. Всё. Нет. Никогда так не было в здоровом обществе. Если ты требуешь от кого-то, тебе очень тяжело относиться к тому, что другой человек надел розовый парик, тебя прям колбасить начинает, ну, условно. Это значит, что у тебя проблемы. И если ты... Потому что ты себе не можешь позволить. Типа я всю жизнь, ну, как бы, себя учу, да, быть достойным, как тебе кажется. То ты, если ты нетерпим к другому воле и землению, ну, как в храме, да, заходишь, там, ты неправильно встал, тебе начинает, что я здесь делать неправильно, здесь вот эта вот злоба такая. Это показатель хороший, нездорового общества в плане неопытности. То есть ты тупо неопытный человек. О чём ты можешь сейчас сказать, если ты сам ничего не попробовал? Для меня любовь – это не ощущение к человеку, не чувство к родине или к работе. Это для меня такой комплекс составляющих. Это быт. То есть пространство, в котором я восстанавливаюсь, в котором я чувствую себя комфортно, где мне хорошо, куда я прихожу прятаться, и пространство, в котором мне важно, что происходит между чашкой и диваном, пространство, в котором, которое я не могу потрогать руками, на которое я могу увидеть, какой цвет, цвет, запах, какие люди там ходят, почему они там ходят, почему я им разрешаю это делать, ну, а они, соответственно, мне. То есть такая, какая-то, такая аморфная, большая история в совокупности, собственно, этих факторов. Мне кажется, что для меня это и есть любовь. То есть я не могу сказать, что я люблю этого человека. Вот если годится, как он смотрится и сидит в моём вот этом пространстве, в моих каких-то таких предметах, и он органично с ними и со всем этим, то значит, я его люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok